Добрый день, друзья мои! Меня зовут Ирина. И вы на моем канале Спицы, Крючок и Фантазы. И сегодня мы с вами будем вязать вот такие носочки. Вот эти носочки очень хорошо подходят к этому чепчику. Ссылку на чепчик я дам в инфобоксе. Рисунок у них такой сочетаемый, так скажем. Носочки связаны на возраст 3-6 месяцев. И длина по стопе составляет 10 сантиметров. Значит, если вы хотите связать носочки большего размера, значит, вы можете что сделать? Во-первых, взять спицы потолще. Не троечку, а три с половиной. Или вы можете взять пряжу потолще, но вязать на спицах номер 3. Тогда носочки будут толстые. И очень красиво будут смотреться. И расчет петель будет тот же. Если вы хотите связать носочки поменьше, то есть на новорожденную, вы можете взять просто либо пряжу потоньше, либо спицы потоньше. 2,5 или 2,75. И уже смотреть. Длина стопы может регулироваться. От пятки до мыска здесь можно вывязывать меньшее количество рядов. И то же самое, значит, вверху. Вы можете вязать вот здесь вот меньшее количество. Либо на резинке, либо вот здесь от резинки до формирования пятки. Вот таким образом. Значит, носочки можно носить вот так, можно носить вот так. Это очень теплые, хорошие носочки, связанные с детской пряжей. Подойдет пряжа, в принципе, любая. Лучше, конечно, детская. Вот, с мериносом по исходному метражу. Приступим. Итак, для того, чтобы связать носочки, нам понадобится пряжа. У меня это детский каприз. 50 грамм и 225 метров. Цвет голубой. Я взяла две нити. Спицы номер 3. Чулочные. Ножницы. Два маркера. Линейка и игла. С широким ушком. Итак, носочки детские. Длина по стопе 10 сантиметров. Высота 11 сантиметров. Без подгиба. Значит, узор. Здесь количество петель кратное 3. Плюс одна петля для симметрии. Первый, второй, третий, четвертый ряд. Мы вяжем раппорт. Одна изнаночная, две лицевых. И, значит, одна изнаночная уже. Ну, вот, раппорт мы повторяем. И в конце на изнаночные. Поскольку мы вяжем круговыми рядами носки, значит, у нас все время будет только лицевые ряды. И пятый ряд, все петли изнаночные. Вот схема узора. Значит, вот он раппорт, который составляет 3 петли. И раппорт высоту составляет 5 рядов. С шестого ряда узор повторяется с первого ряда. И вот таким образом получается вот такой вот красивый узор. Так, я набрала на спицы, на 4 чулочные спицы, номер 3. Набрала 32 петли плюс, так, раз, два, три, четыре. Плюс одну петлю для соединения в круг. Значит, и сейчас я соединю вязание своих кругов и начну вязать. Так. С правой спицы снимаем петлю, одеваем петлю с левой спицы и возвращаем обратно на правую спицу. Нить подтягиваем и начинаем вязать. Резинкой 1 на 1. Лицевая Изнаночная Лицевая Изнаночная Лицевая так мы будем вязать 18 рядов резинкой один один вяжем самостоятельно провязав 18 рядов резинкой вяжем один ряд лицевыми петлями значит на 1 2 спицы вот на этой на этой мы вывязываем узор а на 3 4 спицы мы аж просто лицевыми будем вязать как 7 рядов значит 1 у нас идет изнаночная 2 лицевые 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 и изнаночная это было на 1 2 спицы значит здесь узор вяжем 4 ряда потом полностью будет идти изнаночный ряд на 3 4 спицы мы вывязываем вяжем лицевыми петлями вяжем так я провязала 7 рядов вырезала начала вывязывать узор и значит пятку вязала вернее заднюю часть на 3-4 спицы вязала просто лицевой гладью. Значит, сейчас петли на 1-2 спицы мы не трогаем, а на 3-4 спицы вывязываем поворотными рядами 13 рядов платочной вязкой, то есть с лицевой стороны мы будем вязать лицевыми петлями, с изнаночной стороны мы будем вязать лицевыми петлями тоже. Значит, один ряд я уже провязала, сейчас буду вязать второй ряд на 3-4 спицы. Это у нас будет формироваться уже пяточка. Напоминаю, всего 13 рядов платочной вязкой. Здесь будут кромочные, то есть первую будем снимать, последнюю будем провязывать изнаночной. Вяжем самостоятельно. Теперь мы делим петли пятки на три части. Значит, 5, 6 и 5. Значит, 5 петель провязываем. 3, 4, 5. Следующие 6 петель тоже провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот шестая петля. Значит, ее с первой петлей вот этой боковой стороны можно здесь сделать, для того, чтобы было понятней, можно поставить здесь маркеры. И вот так. Значит, отсчитываем здесь 5, 2, 4, 5. Таким образом. Так. И вот эти две петли. Это последняя петля средней части. Это первая петля боковой части. Провязываем по лицу. Провязываем по лицу вместе изнаночной петлей. Поворот. Далее вяжем следующим образом. Значит, эти петли будем в середине части вязать изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Это шестая петля. И вот эта петля их вместе за переднюю стенку лицевой. Значит, в каждом ряду мы вяжем лицевую гладью. Среднюю часть. Это 6 петель. Значит, последнюю часть средней части, последнюю петлю средней части, первую петлю боковой части мы присоединяем. Вот как я сделала только что. Вяжем, пока у нас не останется просто 6 петель в средней части. Теперь мы довязали всю пяточку, сформировали ее. И нам нужно все вязание объединить на всех петлях. Вернее, по кругу. На всех спицах вязать. Значит, мы провязываем 3 петли. 4, 5, 6. Теперь по боковой части мы набираем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 1 будет 8. Далее провязываем петли с первой спицы. Здесь мы продолжаем вязать по рисунку. На второй спице мы тоже вяжем по узору. Значит, здесь боковая часть мы набираем здесь 8 петель. Считаем здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, вот здесь мы начинаем вот с этой петли набирать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот эти петли мы вяжем лицевыми. Так у нас вязание идет опять на 4 спицах. Так, провязываем до начала ряда. На 4 спице. В каждом втором ряду мы будем делать убавления. Вместе с наклоном вправо две петли с четвертой спицы. Вот таким образом. Ролей. Идет у нас первый ряд, где мы продолжаем вязать узор. Вторая спица. Продолжаем тоже вязать узор. Теперь у нас идет третья спица. И нам здесь надо сделать убавочку. С наклоном влево. То есть в ту сторону. Значит, вот эту петельку мы снимаем и разворачиваем. Следующую вяжем лицевой. И эту петельку вот так на нее одеваем. Подтягиваем. Мы сделали убавку с двух сторон. На 4 и на 3 спицы. На 3 спицы в начале, на 4 спицы в конце. Значит, следующий ряд будет без убавок. Потом будет опять ряд с убавками. Всего мы сделаем по 3 убавки с каждой стороны. Вяжем самостоятельно. Итак, мы сформировали вот этот клин подъема. Сделали по 3 убавки с каждой стороны вот здесь и вот здесь. И сейчас, вот я опять, вот смотрю, у меня начало ряда, да. Мне нужно провязать первую, вторую спицу по узору. А, значит, третью, четвертую спицу просто лицевыми петлями. Еще нужно мне 13 рядов. Вяжу. Значит, первая, вторая спица у меня узор. Продолжение следует. Третья и четвертая спица у меня просто лицевая гладь. Значит, таким образом я провязала один ряд. Мне еще нужно провязать 12 рядов. Вяжем самостоятельно. Провязали 13 рядов. И теперь мы будем формировать мысок. Значит, не забываем, что начинается ряд у нас там, где у нас кончик нити. Значит, мысок вяжем лицевыми петлями. Значит, одна лицевая, две вместе лицевой. С наклоном влево, то есть туда. За переднюю стенку. Немножечко растяну петли. Вяжу плотно. Вот так. Расслаивается ниточка немножко. Так. Две вместе с наклоном влево. Далее. Далее вяжем лицевыми петлями. Это была первая спица. На второй спице, не доходя трех петель, вывязываем лицевыми петлями. Так, пять петель вывязала. Теперь, значит, на второй спице мы будем вязать две вместе с наклоном вправо. Одна лицевая. Дальше. На третьей спице будем вязать лицевая. И две вместе с наклоном влево. Эту петлю снимаем. Одеваем на следующую. Провязываем следующую. Одеваем ее. Это был третий. Третья спица. И четвертая спица. Пять лицевых. Две вместе с наклоном вправо. Одна лицевая. Значит, еще раз. На первой спице мы вывязываем с наклоном влево. На первой, на третьей с наклоном влево. На второй и четвертой с наклоном вправо. Делаем убавки в каждом ряду, пока на спицах не останется восемь петель. Вяжем самостоятельно. Так, я довязала мысок. Обрезала ниточку. У меня восемь петель на спицах. Для удобства я сделала на две спицы. Сейчас я просто соберу все эти петли на иглу. Так, петли собраны. Подтягиваю хорошо. И мне сейчас надо вывернуть наизнанку носочек. Вот эту нитку закрепить и заправить. Так, вот у меня и дула. Туго стягиваю и закрепляю нить. Прячу ее между петель. Здесь нить можно обрезать. Значит, осталось нам спрятать вот эту ниточку. И так, носочки связаны. Значит, парочка абсолютно одинаковых. Можно носить их вот так. Можно носить вот так. Вот. Длина носочка, длина подушек 10 сантиметров. Высота 11 сантиметров. Вот таким образом. Значит, если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых мастер-классах. Меня зовут Ирина, и вы были на моем канале Спицы, Крючок и Фантазии. Всего доброго. До новых встреч.